В пятницу вечером шесть команд собрались для того, чтобы принять участие в автоквесте. Небольшой инструктаж и участники разбегаются по машинам. Время игры пошло. Автоквест – холодные игры, уникальное для Десногорска мероприятие. Несмотря на дебют подобного развлечения, организаторы основательно подготовились к нему. Квест был согласован с администрацией города и службой ГИБДД. Безопасность – ключевой элемент таких игр. Командам необходимо было воспользоваться не только навыками вождения, но и эрудицией. Всевозможные ребусы и загадки в разных частях города порой ставили их в тупик. При этом нужно было еще постараться прийти к финишу первым. За ходом игры в прямом эфире неустанно следил судья соревнований, он же организатор Дмитрий Екименко. Именно он контролировал соблюдение правил и корректировал участников в случае возникновения трудностей. Задания участники получали на свои мобильные телефоны. По прибытии на указанное место нужно было найти и отправить специальный код. Это доступ к следующему этапу. Всего было семь этапов. Победитель определился спустя несколько часов. Сегодня мы приняли участие в игре «Холодные игры», которая впервые проводилась в Десногорске. И волею судьбы заняли первое место. Задания были для нас достаточно сложные. Опыта по таким играм у нас не было. На выполнение всех заданий победителей первых «Холодных игр» ушло чуть более двух часов. Им достался памятный приз. Но автоквест – это тот редкий случай, когда удовольствие доставляет не столько победа, сколько участие. Было очень интересно, что легенда была из знаменитого фильма «Гарри Поттер». Кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Было очень много смеха. Надо думать. Очень хорошо думать. Мы не думали, что так все будет сложно. Новые игры планируются уже в апреле. И если такой досуг понравится десногорцам, квесты сделают ежемесячной традицией. Олег Соловьев, Юлия Соболев, Стана Разганова, Десна ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...